Продолжение следует... Я, может быть, просто не все разновидности орехов видел, но цвет ореха, да. Но что-то мне вот это дерево по своей структуре напоминает и далеко не орех. Орех он какой-то более плотный. Вот эта рукоять, она при намокании становится какая-то прям шершавая. Я, конечно, не знаю, может быть, форум бушкрафтеров специально выбрал такую деревяху для того, чтобы при намокании, короче, он не скользил в руке. Но деревяха ничем не обработана, изначально идет с завода. С одной стороны, конечно, вот сейчас я начну говорить то, что вот опять же нож там идет, как там можно такое продавать. Это будет все похоже на нытье, друзья. Я, как человек с пессимистическим настроем, конечно, против всего того, что продается, скажем так, недоделанное. Ну, я начал искать в этом и положительные стороны для себя. Во-первых, ну, приходит нужд завода. Чем пропитана рукоять, неизвестно. Как она сделана, неизвестно. Здесь же мы с вами сейчас ее зашкурим. А может быть даже, если вам кому-то понадобится, можно убрать какие-то углы и неровности с нее, которые вам, на ваш взгляд, будут мешаться. Понимаете, о чем я? И пропитаем уже тем, чем нам надо, а не чем пропитывать производители, насколько он это делает качественно. То есть я нашел какие-то положительные стороны вот в этом вот всем. А потом со временем мы с вами перейдем к передточке. Короче, есть у меня здесь 80-ка и есть 120-ка. Давайте, наверное, я начну с 80-ки. Попробую. Я, конечно, весь процесс снимать вам на камеру не буду. Просто смысла нет. Прям чуть-чуть, чуть-чуть. Я прямо сейчас полирнул немного. А потом я покажу, чем я буду ее пропитывать. Постараюсь из кадра у него подать. Ну, если будет что-то лишнее, мы это, конечно же, с вами вырежем. Отклеивать я, наверное, пока ее не буду, попользуюсь таким образом. Посмотрим, что получится. Просто хочется, как бы, побыстрее нож начать уже по полной программе юзать. А не заниматься полгода его переделками. Вообще, конечно же, разобрать было бы предельно интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот уже структуру дерева приобретает совершенно другую... Скажем так, структуру. Сейчас двадцатка, если гонца. И усё. На самом деле, думал, что этот процесс займет гораздо больше времени. Ну-ка, и стала какая-то более гладкая, более округлая. Местами. Видите, вот эти грани уже не видать. Они нам, в принципе, и не нужны. Так, уважная тряпка нам здесь совершенно ни к чему. Очень сухим. Вышкуривать, выполировать я её до блеска, до глади не буду, так как мне это, в принципе, не важно. Нож это не сувенирный, нож это не на полку, нож это не коллекционный. Он пойдёт в работу. И, скорее всего, в какую-то, не знаю, может быть, даже и в жёсткую. Просто чуть-чуть зашкурить, чуть-чуть полирнуть его, чтобы, видите, какая рукоять уже стала. То есть, я не знаю, сейчас мочить я не буду, потому что я хочу её сразу пропитать. Ну, ладно, давайте. Так, парни. Короче. По странному стечению обстоятельств у меня здесь скопилось кое-какое, кое-какой ассортимент пропиточных, скажем так, средств. Масло льняное пищевое. Вазелиновое масло, друзья. Вазелин в нашей жизни играет огромную роль. И есть у меня ещё такой вот Даниш Оил от Ватка. Как раз-то здесь у нас цвет идёт орех. Я, короче, сначала раздумывал, думал, думаю, покрашу льняным маслом. Потом вспомнил про вазелиновый, который не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. А потом подумал, а нахрена мне всё это надо, когда я могу просто тупо Ватка вскрыть Даниш Оилом? Что нам даёт Даниш Оил? Что нам даёт льняное масло, что нам даёт вазелиновое масло? Вазелиновым маслом вообще рекомендуется, друзья, пропитывать разделочные доски, короче, скажем так. То есть оно не прогоркает, ничего, то есть с ними ничего не происходит в дальнейшем. Льняным маслом рекомендуется пропитывать рукояти ножей, там, я не знаю, много чего, короче. Это уже мы сами на выдумали. Есть льняное масло для художников, которое пропитывают им рамы картинные. Вот. Есть льняное масло пищевое, которое может прогоркнуть там или ещё что-то, и после термообработки оно теряет свои свойства. Короче, а Даниш Оил, что он делает? Он просто впитывается в поры дерева и закрывает их для проникновения в них влаги, там, пыли и всякой, короче, дряни. Я как-то пытался пропитать рукоятку топора, которая была у меня пропитана очень тщательно льняным маслом. Понимаете, Даниш Оил туда ни хрена не лёг на это льняное масло. По этой простой причине я всё-таки решил здесь сейчас просто сразу, грубо говоря, дальнейшем пройтись, несколько слоёв его пропитать, чтобы поры он у нас закрыл. Я думаю, с металла... Так, мне как бы руки не обосрать. Потом от неё не отмоешься. Потом с металла, я думаю, мы это с вами всё уберём. Всегда не пренебрегаем средствами самозащиты какой-то. Техоти безопасности. То есть это у нас перчатки. Как их? Очки защитные. Вот. Всё это надо пропитывать в несколько, короче, этапов. То есть сначала мы с вами... Так, нормально, там видно кто-то. Сначала мы с вами, грубо говоря, грунтуем. Потом уже пропитываем. Потом, скажем так, закрепляем. Ну и сейчас у нас время... Да, кстати, сегодня у нас... 0,9-0,3-2017, время 22.52. Всю ночь я, конечно, сиди здесь, это пропитывать не собираюсь. Вот. Сейчас я его вскрою первый раз. Промочу хорошенько. И, наверное, по-хорошему часа через три ещё бы разу пройтись. А потом ещё через четыре часа. Вообще по инструкции, как там где-то было написано. Но, друзья, нет ни времени, ни желания этим заниматься так долго. Я думаю, что вот этого вот, то, что я сейчас делаю, этого более чем достаточно, чтобы закрыть поры дерева. Вот так вот, в принципе, она нас намокает. И вот сейчас я, как бы, на рукояти не вижу то, что она начинает ворситься. Как сказать, я не знаю, ворситься, проходиться или что-то ещё делать. Дерево хорошо питает. Пожирнее пройдёмся, лишним это не будет. Можно было, конечно, пропитать всё это льняным маслом, там под вакуумом, не под вакуумом. Можно было пройтись вазелиновым маслом. Вот вопрос, а надо ли оно на рабочем руке, на ноже, грубо говоря, на рабочем ноже. То есть, если нож будет подвергаться каким-то работам. Вообще, это вот всё уже просто навыдумано, наверное, скажем так, людям. Раньше я вообще, насколько я знаю, даже ложки, по-моему, деревянные, пропитывались просто тупо, грубо говоря, покрывались в один слой, этим самым подсолнечным маслом и всё, больше никто с ним ничего не делал. А потом появился Ютуб. Кто-то схватился за Дани Шоя, кто-то схватился за тиквое масло, понимаете? Да, конечно, я понимаю, мы и так с вами увеличиваем, скажем так, срок службы, долговечность рукояти. Но ведь и заморачиваться, наверное, на 100% не стоит в этом закинут, скажем так, за дроздом заниматься. Ну что, рукоять сломался? Вы что, рукоять не переделаете? Вы что, не найдёте человека, который вам рукоять переделает? Ну, думаю, проще парень Рипа это сделать за деньги, если сами не можете или не уверены, что у вас получится. Вот. Ну, примерно вот так вот это всё выглядит. С другой стороны, неужели вот компании-производителю не купить бочку этого ойла Дани Шоя, якобы, и вот так вот Слиганзе не вскрывать рукояти ножей? Почему бы и нет? Хотя, честно сказать, вот даже АИРовские ножи, мне кажется, чем-то просто они каким-то, наверное, с воском сверху просто протерты, жидким, горячим, и как таковой-то их никто толком не пропитывает. Потому что, скорее всего, производитель, это просто тупо, не нужно. Как раз у нас на рукояти дерево-орех, якобы, а они пропитаем и всё это орехом. Орехов очень прикольный цвет. Мне кажется, мне кажется. Видео, опять же, не несёт никакой информации в себе. То есть, я просто вам показываю, что, грубо говоря, как что делается. Какую вам интересную историю рассказать? Ну, ладно, я думаю, это более чем достаточно. Давайте, наверное, теперь ждём какое-то время. Сейчас мне надо ещё куда-то примастырить его, чтобы он... В руке-то я его не буду утра держать, да? Теперь какое-то время ждём, и потом наслаждаемся результатом. Двое суток позади. Хотел я пропитать сутки, но получилось у меня, друзья, почти двое. Ну, я думаю, это нам хуже нам от этого не станет. Итак, ладно. Это чтобы ничего лишнего не осталось. Смотрите, какой цвет офигительный. Приобрела рукоять после Даниш-Ойла. Скажу сразу, если бы я перед этим пропитывал каким-то льняным маслом, вазелиновым, подсолнечным, такого цвета я бы не добился. Просто Даниш-Ойла на тот не ложится. Может быть, конечно, есть какие-то пропитки из серии Даниш, которые как бы идут сначала базовые, грубо говоря, которые дерево пропитывают, а сверху уже Данишем это всё проходит. Есть ещё и полироли специальные Даниш, чтобы потом вот это сверху полирнуть. Но мне какая-то особая красота не нужна. Я говорю, нож не полочник, нож чисто будет работяга. Вот. Но результатом я, опять же, просто доволен. Посмотрите. Не знаю, при столь скудном освещении получится у меня вам показать. Ну, то есть цвет получился нормально, реально вот хорошего, доброго ореха, который вот, если идут какие-то более дорогостоящие ножи, добропорядочные, скажем так, производители пропитывают грамотно, полируют и всё делают. То есть цвет вот такой-то должен быть у ореха, понимаете? Конечно, я, опять же, по-прежнему сомневаюсь, что на рукояти идёт дерево-орех, потому что структура мне его очень уж что-то пористая, очень уж что-то напоминает, а вот что я, честно сказать, не помню. Ну, не знаю, я результатом остался доволен. Конечно, сейчас я его прям моментально испытывать во всяких, скажем так, агрессивных средах, ну, типа как в воде замачивать не буду. Просто по мере поступления, по мере каких-то работ будет нож всё-таки промываться, я посмотрю на эффект, на результат. Если меня что-то не устроит, да, конечно, я его зашкурю, я его перепропитаю, всё это вам покажу. А суть Даниш-Ойла вообще в том, чтобы просто, грубо говоря, дерево берёт в себя столько Даниша, сколько ему нужно. Даниш проникает внутрь древесины, потом, я не знаю, высыхает и закрывает эти поры, чтобы ничего во внутрь не пропадало, то есть, чтобы дерево не напитывало никакой влаги. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что Даниш закрыл какие-то щели между накладками и, скажем так, металлом. То есть, всё везде. Ну, ладно, не будем, короче, загадывать наперёд, посмотрим, что будет. Короче, результатами я доволен, я думаю, вам тоже этот цвет нравится, как бы, в принципе, всё более выглядит более чем достойно. Нож уже приобретает какой-то, скажем так, законченный вид и даже, наверное, более дорогостоящий. Ну, ладно. Как всегда, палец вверх, остальное вы всё знаете. Всем пока. Продолжение следует...